МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня такой большой праздник. 95-летие. Хочу вас поздравить, пожелать вам здоровья, благополучия. От нас всех спасибо огромное. И настроим часы на 100 лет. И вам спасибо большое. А настраивать буду. В этот день получил поздравление и Александр Кузьмич Гусенков, ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в станице Азовской. Александр Кузьмич имеет орден Красной Звезды, медаль за боевые заслуги и 22 правительственные медали. В честь юбилеара прозвучали песни в исполнении творческого коллектива Азовского Дома культуры. А я чернява, горнаку, черява, грибы не сбирала, с козаком гуляла. А я чернява, горнаку, черява, грибы не сбирала, с козаком гуляла. Пользуясь случаем, ветеран поздравил жителей Северского района с юбилеем и пожелал всего самого доброго. Друзья мои, живите на радость нашему народу, на радость каждому из наших жителей. С юбилейным годом для Северского района поздравили Николая Ивановича Поворухина, проживающего в станице Северской. Ветеран Великой Отечественной войны награжден медалью за победу над Германией – юбилейными медалями. Всего в Северском районе в этом году 95-летний юбилей отмечает 7 ветеранов Великой Отечественной войны. Чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Частный сектор занимает значительную площадь Северского района. Поэтому вопрос вывоза и утилизации мусора, который скапливается в зонах домов и дачных массивах, остается наиболее острым. К сожалению, нерадивые жители экономят на вывозе и утилизации отходов и сбрасывают их в укромных местах на окраинах населенных пунктов. Куча мусора чаще всего образуется вблизи частного сектора, около незаконных торговых объектов, лесопарковых зонах и на пустырях. Такие стихийные свалки становятся кормушкой для грызунов и бездомных собак, а также наносят непоправимый вред экологии. На территории Северского района в последнее время участились стихийные свалки. Только потому, что жители Северского района не заключают договора с предприятиями для сбора и вывоза мусора. На территории Северского района работают три предприятия, с которыми вы можете заключить договора. Это ООО «Экоресурс», ООО «Северская сыночистка» и ООО «Кубаньпереработка». Уважаемые жители Северского района, вам необходимо заключить договор на сбор транспортирования твердых коммунальных отходов, для того, чтобы наш район сделать чистым и комфортным для проживания. За сброс мусора в неустановленных местах предусмотрены штрафы. Правонарушение обойдется для физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических от 100 до 250 тысяч рублей или при остановлении деятельности на срок до 90 суток. Финал открытой муниципальной лиги КВН Северского района прошел в поселке Афибском 8 октября. За первенство боролись три команды – «Дикие фикусы» и «Коржи» из поселка Ильского, а также команда «Чай-Ок» среднеобразовательной школы номер 6. Кроме этого, жюри определило самых остроумных в нескольких номинациях – «Лучшие актеры и актриса», «Редакторская награда» и, конечно же, «Лучшая шутка». По количеству заработанных баллов чемпионом районной лиги стали веселые и находчивые из команды «Дикие фикусы». В Афибском спорткомплексе стартовал финальный этап первенства Краснодарского края по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения. 8 октября состоялось официальное открытие соревнований. Дорогие друзья, разрешите мне передать слова приветствия от имени главы муниципального образования Северский район Адама Шахметовича Джаима и пожелать, безусловно, побед. Побед, высоких, хороших результатов, ежедневных новых спортивных достижений, мира, благополучия. И, конечно, пусть победит сегодня сильнейший. Удачи вам! В борьбу за первые места вступили 8 сильнейших команд из Староминского, Щербиновского, Белореченского, Крымского районов, городов Анапа и Краснодар. Северский район представляет юные волейболистские спортшколы номер один. Победителей соревнований объявят 12 октября. 1945 год окончания Великой Отечественной войны. Впереди сложнейшая задача – восстановить разрушенную страну, перестроить экономику на мирный лад. В этом же году почта СССР выпускает особую марку под названием «Ни шагу назад». Именно так назывался в просторечии легендарный приказ номер 227 от 28 июля 1942 года. Он запрещал самовольный отход войск с позиции, а также должен был поднимать боевой дух и стойкость солдат в обороне. Иосиф Сталин лично редактировал текст приказа. Позднее документ войдет в историю войны как самый неоднозначный ввиду своей крайней жестокости. Чтобы приказ реально работал, создали заградительные отряды и штрафные батальоны. Командование пошло на это после провала Харьковской операции. Положение на фронте сильно ухудшилось. В оккупации остались 70 миллионов советских граждан. Исправить ситуацию должны были строгий порядок и железная дисциплина. Приказ касался не только рядовых бойцов, но и командиров всех рангов. По сути, в штрафном батальоне мог оказаться каждый, кого посчитает трусом или паникером. Обычно штрафников отправляли на самые сложные участки фронта. А чтобы у бойцов не возникало желания повернуть назад, путь к отступлению перекрывали специальные команды. Полностью остановить отступление это, конечно, не помогло. Но панику в войсках прекратило. Опыт советских войск решил перенять Гитлер, который издал похожий стоп-приказ в своем вермахте. Правда, от поражения его это не спасло. Расформировали заградотряды только в 1944 году, когда до победы оставалось чуть меньше года. Привет! Я Курочкина Антонина. Хочу рассказать вам о своей малой родине. Краснодарский край. Северский район. Северокавказский российский регион. Северский район. Место на земле. Маленькая родина в огромной стране. Краше и милее моего любимого северского района нет ничего в мире. Слева горы, справа плавни. Рядом город Краснодар. Два часа и ты на море. Это разве вам не рай? Наш район казачий заселялся по указу Екатерины II. А рядом наш сосед, республика Адыгея, с которой мы очень дружим. Мое родное село Львовское находится прямо на границе с Адыгей. Северский район большой. В нем проживают 120 тысяч человек. У нас живут люди 80 национальностей. Визитная карточка Северского района – это гора Собербаш, знаменитый и наши дольмены скалы. В поселке Ильском находится древнейшая стоянка первобытного человека. В станице Северска находится историко-краевический музей и один из самых лучших парков края – парк имени Александра Сергеевича Пушкина. А в станице Азовской – хата Атамана. В районе чтят своих героев. В этом году Северскому району исполняется 95 лет. Я горжусь моим селом Львовским, моим Северским районом, моими родителями, моими учителями и теми людьми, которые работают на благо нашей России. Я хочу поздравить всех его жителей с юбилеем и пожелать здоровья, мира, добра и процветания моей малой родине. Сдвинуть с места и протащить за собой семитонный грузовик или перевернуть неподъёмную покрышку. Такие испытания подготовили для российских дальнобойщиков на фестивале «Тракфест Раша» в Москве. Впрочем, водители говорят, главное – вовсе не грубая физическая сила. «Надо продумывать тактику, стратегию на соревнованиях. Грамотно распределить силы, поэтому работай все». Перевозка грузов поддерживает российскую экономику. По дорогам ездят 5 миллионов грузовиков весом более 5 тонн. Многие дальнобойщики преодолевают тысячи километров за рейс. Большинство проводят в дороге 25 дней в месяц. И 80% этого времени проходит в кабине. «Почти как дома. Если не считать рабочего моего места, то есть органы управления автомобилем. Есть у меня здесь кровать полутораспальная. Моя, я на ней постоянно сплю. Именно внизу». Водители заботливо ухаживают за своими грузовиками. Доблеско начищают металлические элементы и украшают. «У меня стиль машины бело-черный, черно-белый. У меня машина вся белая, бампер полностью черный, полуматовый. Решетка, которая должна быть хромированной, она тоже черная, полуматовая. И фары у меня спереди вместе с поворотниками тоже черные. Меня видно из толпы сразу». «У многих машин очень яркая иллюминация. И в ночное время суток очень круто увидеть, как грузовик сверкает, мигает, горит своими фонарями, дудит. И это ярко, красочно и поднимает дух того братства, которое работает на дороге, то есть братства дальнобойщиков». Участники фестиваля также посоревновались в умении быстро водить свои тяжелые машины. В конкурсе участвуют 15 грузовиков из Астрахани, Волгограда, Воронежа, Москвы, Подольска и Нижегородской области, а также из Казахстана. Тракфест Раша – новое для России мероприятие. Проходит всего во второй раз. В прошлом году дальнобойщики встречались в Новосибирске. А я буду главным машинистом поезда. Пап, ну какой машинист? Мы же дочке матери играем. Вот родится у тебя братик и будет папа в паровозике с ним играть. До конца 2021 года родите или усыновите второго малыша и приходите за материнским капиталом. Мы уже определились. А вы? Пенсионный фонд России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем? Проходи. Разве счастье можно планировать? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok